Добрый день, дамы и господа. Сегодня 9-11, 9-11, 11 сентября. Сегодня день, когда мы все вспоминаем, напоминаем тех людей, которые погибли в Нью-Йорке. А еще сегодня, в следующий день, пошли дебаты. И, естественно, это тема, которая всех волнует и всех интересует. Давайте мы подведем... Вот вчера я после дебата сразу же говорил, потом сегодня утром добавил интервью по этому поводу, но прошло какое-то количество времени, и какие-то вещи стали проясняться. Например, что целью Камалы Харрис было, что мы знаем прекрасно, убедить американцев, особенно мужчин, колеблющихся в Штатах, потому что женщины доверяют больше, чем мужчины, мужчины не доверяют ей, массово, так сказать, в лагере Трампа. Убедить их, что она сможет помочь им в том сложном экономическом положении, в котором сейчас они находятся, при том, что она сама являлась одной из главных причин, почему они находятся в этом тяжелом экономическом положении. И нам всем казалось, что она, особенно для людей, не сведущих, произвела прекрасное впечатление. Об этом писали все, так сказать, критики, все специалисты и тому подобное. Но вот, как я уже сказал, так сказать, немножко пыль стал развеиваться. И похоже, что вот эта самая главная задача Камала Харрис не сумела достичь. То есть, она не сумела убедить американцев, то, что называется простой американец, в том, что она и есть ответ на их проблемы. Но давайте, давайте мы поговорим более подробно. Значит, прошли первые восторги вздохи уныния после дебатов во вторник вечером. Пыль начала оседать. И выяснилось, что специалисты, отдавшие пальму первенства Камале, как обычно, не понимают психологию, ну, назовем это, рядового американца. Человек, который утром встает, идет на работу, возвращается обратно, должен прокормить семью, либо в малом бизнесе, либо в своем бизнесе, либо в большом бизнесе и тому подобное, либо на ферме. Усталый у него, есть мало времени на то, чтобы, так сказать, посмотреть новости, поговорить с детьми, поговорить с женой, либо жена пришла, так сказать, поговорить с мужем и тому подобное. И как бы вот они не очень, мол, следят и не очень хорошо понимают и тому подобное. Но вот смотрите, что оказалось происходило. В СНН с полными недоумения глазами обнаружили, что до дебатов независимые избиратели США, независимые те, кто не сказали, о, что бы то ни было, я голосую с демократами, о, что бы то ни было, я голосую там за республиканцев. А вот эти вот как бы независимые, они всегда судят, потому что человек говорит, как ему нравится, так сказать, подходит и то, что он говорит им там, и каким образом он может, он или она может помочь их в их нормальной человеческой жизни. Так вот, эти самые независимые избиратели до выбора считали, что Камала хуже Трампа в исправлении экономики. 37% сказали, что она сможет исправить, а 53% сказали, что она не сможет, а Трамп сможет исправить. А после дебатов, которые все объявили, что она выиграла, она потеряла 2%. И теперь уже только не 37%, а 35% говорит, что она может, а у Трампа не 53%, а 55% она потеряла, он приобрел. CNN просто не могла поверить своим глазам, но, что называется, выпустила это на экран и обсуждала. Трич Лиген, это известная очень журналистка, она работала на Networks, работала на телевидении, на радио и тому подобное. Вот сейчас у нее такой подкаст очень популярный. Она сказала, что, перевожусь с явно близкого на свой русский, эти вонючие козлы с ABC, она, по-моему, работала там на ABC, а может на себе, я не помню точно где, позор нации, позор профессии журналистов, задали всего один вопрос по экономике, значит, по самому главному, о чем народ интересуется, а Камала, вместо того, чтобы ответить, ушла, ускользнула и ничего, кроме своих обещаний, не высказала. За кого они нас принимают, сказала Триша. За совсем стадо. Вот, это я переводил с ее, значит, на свой. Рейтерс, надеюсь, вы знаете, что это такое, это одно из главных мировых агентств новостей, провело блиц-опрос с очень маленьким количеством людей. Но этот вопрос опубликовали в New York Times, тоже слегка о Шизе. Значит, на самом деле, они просто нашли 10 человек, которые не имели ни малейшего понятия, за кого они будут голосовать, и спросили этих людей, можно ли вы вам позвонить, мы спросим ваше мнение, значит, после того, вы посмотрите. Естественно, мнение было, то есть, получено разрешение, они позвонили, и выяснили, что в результате дебатов из 10 человек, 6 сказали, что сейчас будут голосовать за Трампа, три сказали, что за Камалу, а один сказал, что не задоволись другого. То есть, в два раза больше людей из состояния, не имею ни малейшего понятия, за кого будут голосовать, перешли к Трампу, чем к Камале Харрис. То есть, прямо противоположно, прямо противоположно тому, что нам рассказывали специалисты. Журналисты выяснили, что спешно вставленный перед дебатами якобы программа экономическая Харрис, это куски, вы сейчас не поверите, это куски из программы Байдена, взятые с его веб-сайта, которые они копипейс, то есть, они скопировали и поставили, но кусками, и сделали это так плохо, что там до сих пор читается source code, то есть, информация, откуда их вызернули. Так торопились успеть хотя бы что-то сваргадить, что-то такое вот связать, да, что-то просто скопировали, и это и есть план, о котором Камала сказала, у меня есть план, и я готов его сравнивать с планом Трампа. Она даже не имеет ни малейшего представления, что там написано, никто. Никто в ее компании тоже не имеет представления, что там написано, они просто куски выдернули оттуда и поставили сюда, и все. Никто не знает, что вместе, а ну вообще, как это читается вместе. Одна из членов фокус-группы, по-моему, на CNN, сейчас просто забыл на секунду, значит. А, да, на CNN, конечно. Я сказала, я не выбираю сейчас, как же она выразилась, кого пригласить, то ли в гости, это она сказала, то ли на партии пригласить, а, на вечеринку, кого пригласить на вечеринку. Я выбираю, значит, кто вытащит нас из того ситуации, в которую нас засунула нынешняя администрация. То есть она выбирает, кто вытащит ее из ситуации, в которую засунул ее Камала Харриц. Модераты настолько подыгрывали Камале, что не задали ни одного вопроса, которым она бы показала, насколько она некомпетентна, насколько она невежественна, и насколько она ни в чем, ничего не понимает. Все по верхам. И позволили, она ни разу, никто ее ни разу не прервал, не возразил, хотя она выдавала просто кучу вранья. То есть вот кучу вранья выдавала. Сейчас, так сказать, не выписывала, это самое, могу начать на память, но, господа, я об этом сейчас разговор, да? Все найдено, все обсуждено, все на интернете есть. А Трампа постоянно прерывали и выражали ему. Например, когда он сказал, что эмигранты из Гаити, по-моему, да, с Гаитяне, которых завезли в Спрингфилд, Ахайо, жрут домашние животные. Я извиняюсь, я смеюсь. Кстати, то, как они себя вели, очень не понравилось тем самым простым американцам, которых, собственно, Камала и пыталась убедить, что она за них, и она может их спасти. Кстати, сегодня губернатор Ахайо, если быть серьезно уже по этому поводу, послал туда в Спрингфилд, национальную гвардию, значит, потому что совершенно необходимо спасать местных жителей и их животных, кошек, собак, там, и тому подобное, дикарей. Демократы надеются, что дикари, кстати, пойдут голосовать за них. Они их научат голосовать и пойдут голосовать за них. Известный полстер, специалист по опросам общественного населения, значит, Мэтт Силвер, изгнанный из демократических организаций, значит, за то, что он, за то, что он правду писал, написал, Камала не показалась американцам, знающей и подготовленной, значит, Силвер до дебатов дал Трампу 60% и шанс выигрыша, а Камала, соответственно, 40%. А после дебатов Страм уже написал, от того, что Камала понравилась так называемым специалистам, совсем не означает, что она сумела продать себя Америке. Продать себя Америке – это выражение, я надеюсь, вы понимаете, что имеется в виду. Я очень удивлюсь, написал он, если дебаты сдвинут на йоту расклад сил на выбор. На фокус-группе уже в CBS консенсус фокус-группы, там человек 20 в голове сидела, был такой, она просто повторила все, что Байден ранее уже обещал. И еще одно мнение было высказано, Трамп поймал ее, сказав, почему же ты ничего этого не сделала, чего ты предлагаешь. Ты же предлагаешь это, иди в Вашингтон, поезжай и подпиши соответствующее распоряжение. Вот. И еще один человек сказал, ее слова – это просто слова, просто фасад, а там внутри другая, и эту другую мы не знаем. Ну, на самом деле мы знаем. Вот. На CNN одна из членов фокус-группы сказала, я не могу рисковать еще раз после четырех лет бездарного управления страной, не могу поверить, что Камала починит то, что сама же с Байденом вместе и сломала. Сама же с Байденом вместе и сломала. Это же самое, думаю, жители. Вот тех самых колеблющих штатов, на которых все это и было рассчитано. Их самая большая проблема – это экономика. Потом не легалы, которые отнимают работы, и за которые надо платить, и огромные поборы из-за них. А аборты у них довольно далеко в их листе, так сказать, преференции, да, чего они предпочитают. То есть не третье, а моментально. Махаево – это не самое… Ну, Махаево есть колеблющий штат, неважно, но я думаю, что Махаево – это не самое главное шесть на белом свете. Значит, из шести колеблющихся штатов стало семь. К ним присоединился штат, который раньше демократы считали своим. Висконсин. Значит, теперь стало семь, как хорошо. О, значит, кого выберет Америка, определиться вот в этих вот штатах. Висконсин, значит, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Джорджия, Северная Каролина и это самое. Господи боже, рядом с нами находится. Мамма миа. Аризон. И Аризон. А последнее, о чем я хочу сегодня сказать, это американцы делают ставки на того, кто победит. Ну, тотализатор такой, да. Уже много лет, так сказать, часто электронно делается. До того, в Лас-Вегас ездили или ходили к двухмейкам, ставки делают. Вот. И есть такая организация, Polymarket, которая, так сказать, принимает такие ставки. И они предсказывают, то есть, что они говорят, там, на этих выборах, там, 51 против 49, такая-то или такой-то, и он выиграет. И вот они были правы за 100 лет, значит, один раз они были неправы. То есть, во всех остальных случаях они были правы. То есть, люди, когда люди за кого-то ставили деньги, не голосовали, да, ставили деньги. То же голосование, но с деньгами уже. Их тихонечко. Одно дело, там, я там за этого, а другое дело, тихонечко поставить деньги, кого, кто, я думаю, победит. Так вот, значит, Polymarket, как я уже сказал, постоянно рапортует. Ставки-то гейты, ставки-си гейты. И, значит, Трамп перед дебатами, Трамп был 51, по-моему, Камала 49 или, ну, приблизительно, что-то в этом роде. Во время дебатов вдруг осыпались ставки за Камалу. И впервые рынок качнулся в ее сторону. Ну, сегодня стало известно, что это ставки, которые приходили от нескольких доноров демократической партии. То есть стало ясно, что это была спланированная операция. Путин бы сказал спецоперация. Вот. А которую, так сказать, проделывали для того, чтобы показать нам, что вот Камала выигрывает, выигрывает, смотрите, даже рынок реагирует. То есть они рыночники все-таки. Они понимают, что рынок правильно все определяет. Вот. Но сегодня днем Polymarket вернулся, обратно. Значит, 50 против 48, или 51 против 49, сейчас не помню. Но там, так сказать, свои там два очка разрыва у него есть. Не знаю, может, вечером опять куда-то качнулся. Но, по крайней мере, они его, так сказать, делали в одну сторону, а потом он вернулся обратно к тому же самому, к чему. Ставя деньги, люди ставят на того, про кого они действительно думают, что он победит. Вот. Polymarket считается намного точным барометром для выборов, чем вопросы населения. Понятно, почему. Конечно, мы через неделю, ну, или две, узнаем больше. Но похоже, что Камала не смогла убедить народ в том, что она может помочь стране выбраться из сегодняшних проблем. Но если к 20-му, 25-му сентября максимум, мы уже подходим, так сказать, совсем к октябрю, который, собственно, все унижается, если к этому времени Камала останется там, где она сейчас, то есть отставаться, то демократы будут претеревать какие-то кардинальные, некоторые говорят, отчаянные шаги. Что это могут быть за шаги? Камала могут сделать с президентом, чтобы она шла на выборы, якобы уже президентом, да, в последние полтора месяца. Трампа могут снова постараться убить. В октябре могут вытащить какое-то грязное вранье, от которого у Трампа не будет времени, что называется, очиститься. Камала на сцене врала, потом врала еще, а потом настаивала на своем вранье. И, похоже, Америка либо поняла, либо прочувствовала это. И вот что я хочу сказать в заключение? Что мы все время думаем о том, что, вот опять термин, простые американцы, простые люди, да, они, мол, ничего не знают, поэтому они умеют чувствовать фальт. Они умеют задавать себе вопрос. А этот человек, он помог мне за то время, как он был уже у власти? Потому что идет уникальная ситуация. Два человека на сцене, которые оба были у власти. Трамп четыре года и Камалов четыре года, да, при том, что Байден практически не был президентом, как мы уже предполагали, теперь мы это знаем, да, по всем, что называется, параметрам, по всем законам, по всем конституциям и прочее, она должна была либо де юре, окей, они не хотели де юре, но де пакту она должна была что называется залезть в валу, валый, или в валый, в овальный офис, либо даже не в овальный офис, а рядом залегisti, руководить страной. Кто-то должен руководить страной, нашей страной. Сегодня никто не руководит. Она шастает, что называется, сидит по две недели в запертии и репетирует, либо она куда-то разъезжает, либо она что-то еще делает, то есть в стране она никакого отношения к руководству страны не имеет. Байден отдыхает на пляже. Значит, сегодня приехал 9-11, 9-11, он постоял некоторое время рядом с Ли, рядом с Трампом и рядом с Венцем. Посредине, так сказать, это самый был бывший мэр Нью-Йорка, тоже кандидат, кстати, кандидата в, по-моему, 4 года тому назад, да, кандидат в президенты. Вот они в Питерном стояли, их фотографировали и прочее. Уверен, что Байден после того, как ушли, посадили его в машину, он снова заснул, его куда-нибудь отвезли, и таким образом его руководить. А кто же руководит нашей страной? Когда приходят сигналы, все время есть проблемы. Мы же понимаем, что там проблемы. То есть я говорю, кто ею руководит? Какой-нибудь 23-летний пацан, который не закончил высшее учебное заведение, потому что его дядя, какой-нибудь донор, попал в Белый дом, он отвечает на телефон и говорит, что, скажем, нажимайте на кнопку и стреляйте по Румынии, и так, по Румынии я не знаю. Важно то, что мы выбирали кого-то, выбрали, каких выбрали, я их не выбирал, да, ну ладно, говорят, что их не очень выбрали, а и так, бог с ним, но они президент и вице-президент. И эти оба человека ничего не делают в качестве президента и вице-президента, того, что они должны были делать. Они должны обеспечивать нашу защиту. При них пришло сюда сколько 10, 12, 15 миллионов, 9,5, нам плевать. И сколько этих людей, которые прошли сюда, пришли сюда с не очень хорошими, мягко говоря, намерениями, сейчас не говорю даже о бандитах, гангстерах, там, малолетних, малолетнюю проституцию сюда привезли, наркотики и прочее. Я просто говорю о тех людях, которые законспирируются, сядутся и будут ждать сигнала от своего начальства. Взрывать чего-то или не взрывать, убивать кого-то или не убивать. Сколько таких приехало сюда сейчас? Вот. Так что, господа, совсем все не так, как показалось. Ну и нам с вами, мы, конечно, очень хотели и ожидали такого разгрома. Разгрома не было. Но разгрома не было, потому что все, потому что все это был такой заподняк, который пытались заманить Трампа, заманили, так сказать, понадеялись на то, что он придет, он пришел. Сейчас они говорят, пожалуйста, мы можем еще один привезти. Кому нужны такие диваны, которых ни одного серьезного вопроса не спрашивают, перебивают, не дают сказать и все время помогают второй стороне. Да пошли они подальше. Окей. На этом мы сегодня заканчиваем. До свидания. До следующих встреч. Да. Дома и господа, подписывайтесь, ставьте лайки. И еще один момент. Значит, вот серия, которую я запустил, начал. Дорожная карта к свободе. Очень рекомендую посмотреть хотя бы один-два видео по 9 минут. Посмотреть, может быть, вы втянете, если поймете, что это вам безумно интересно, как было интересно мне, когда я впервые слушал все это по-английски и в лекциях совершенно гениального человека, Джей С. Нелсона, он умер, к сожалению. Вот, с которым мы потом работали вместе, писали книгу там и т.д. и т.д. Окей, все. До свидания.